Разбираем конструкцию глагола плюс в инфинитив времени Present Perfect Continuous Tense – настоящее длительно завершенное время. В структуре базового глагола have been trying присутствует два вспомогательных глагола have – первый, been – второй и смысловой глагол trying в инговой четвертой форме. К нему добавляется инфинитивная конструкция – наша to help. Сама глагольная конструкция получается очень-очень длинная, поэтому использование инфинитивной конструкции в Present Perfect Continuous целесообразно только в том случае, если остро необходимо передать действие строго в этой грамматической конструкции. Рекомендую вам выбрать что-либо попроще, чтобы не путаться в построении вот этого вот эшелона из вспомогательных глаголов. have на первом месте или has в третьем лице единственном числе, been на втором месте и trying на третьем месте. Это то, что касается смыслового глагола. Плюс инфинитивная конструкция to help. Разберем на примере предложение «Я пытаюсь помочь тебе месяцами» или «Я месяцами пытаюсь тебе помочь». В первом лице единственном числе. I have been trying to help you for months. Второе лицо единственное число. You have been trying to help me for months. Третье лицо единственное число. Встречаем споряжение глагола вспомогательного have. В этом случае, так как у нас третье лицо единственное число, have меняется на has. Получаем. He has been trying to help you for months. She has been trying to help you for months. И it has been trying to help you for months. Переходим ко множественному числу. Во множественном числе у нас одна и та же структура. Have been trying to help. Для всех лицечисел во множественном числе. Получаем. We have been trying to help. You have been trying to help. И they have been trying to help you for months. Здесь, в втором лице, во множественном числе для избежания тавтологии, you заменено на ми, чтобы не получалось двойное you. Это структура утвердительного предложения. Что у нас в отрицательном предложении с глаголом плюс инфинитивом в present perfect continuous? Здесь добавляется отрицательная частица not в сокращенной форме nt через апостроф. И получаем. Во всех лицах и числах, кроме третьего лица единственного числа haven't been trying to help. В третьем лице единственном числе мы получаем hasn't been trying to help. Переходим на разбор дополнительных примеров. Разбираем первый пример. По структуре утвердительного предложения он притворяется, что подчиняется или слушается наших команд или наших приказов. He has been pretending to obey our orders. Формируем из этого предложения отрицательное предложение. Получаем. Добавляем not. Получаем. He hasn't been pretending to obey our orders. Где у нас здесь глагол плюс инфинитив? Вот эта вот структура относится к нашему смысловому глаголу. Has been pretending или hasn't been pretending. А вот эта часть наш инфинитив. To obey our orders. Получается. Has been pretending. To obey. Это все одна конструкция глагол плюс инфинитив. Из-за того, что время достаточно специфическое, здесь на первом и втором месте два вспомогательных глагола. Сначала have или has, а потом been. А потом уже смысловой глагол в четвертой инговой форме. И после этого уже только инфинитив. Формируем из отрицательного предложения вопросительное. Что делаем? Has выносим на первое место. Выкидываем not. Получаем. Has he been pretending to obey our orders. Переходим к составлению собственного предложения. Оно идет вот сюда. Разбираем второй пример. She has been asking to train him for months. Она месяцами просит нас натренировать или обучить его. Формируем отрицательное предложение. Добавляем частицу not. Получаем. She hasn't been asking to train him for months. Разбираем саму структуру глагол плюс инфинитив. Has been asking. Это у нас смысловой глагол в present perfect continuous. И to train это наш инфинитив. Получаем. Has been asking to train. В отрицательном предложении. Hasn't been asking to train. Делаем общий вопрос. Выносим has на первое место. Получаем. Has she been asking to train him for months. Разбираем третий пример. We have been learning to disarm it quickly. Мы обучаемся обезоруживать это быстро. В этом предложении have been learning. Это наш смысловой глагол. С двумя вспомогательными глаголами have и been. Почему здесь have? Потому что здесь у нас уже первое лицо, множественное число. Поэтому используем have. Have been learning. И плюс инфинитив. To disarm. Общая глагольная конструкция плюс инфинитив. Получается вот такая вот длиннющая. Have been learning to disarm. Формируем отрицательное предложение. Добавляем частицу not в сокращенной форме have. Получаем. We haven't been learning to disarm it quickly. Далее делаем общий вопрос из этого предложения. Выносим have на первое место. Получаем. Have we been learning to disarm it quickly. Дополнительно составляете свое собственное предложение и помещаете его вот сюда. В следующем видео я покажу вам на живой статье, как часто используются конструкции глагол плюс инфинитив, в каких временах, в обычной информационной среде. Итоги внизу. Спасибо. Продолжение следует...